Хей! Как дела? С вами снова Морская Свинья, и я, короче, решила всё переиграть. И думаю, может быть, сели харизмы использовать с этой Дариночкой нашей, извращенкой. И, кстати, я уже отдала книжку, у меня теперь уже два эликсира силы. Всё, всем помогла, со всеми поговорила, всё как, в принципе, в прошлой серии. Только вот с Дариной ещё пока не говорила, потому что, блин, это издевательство какое-то. Ладно, если сейчас не сработает, то всё, я её пошлю уже. Нафиг. Подальше, на четыре стороны. Оливер дождается, пока Дарина на мне не отвернётся, одним глотком упитает флакончик зелем харизмы. Я неотразим! Оливер, так-то я просто хотела узнать. Очевидно, что зелье действует. Дарина, я провожу тебя до дома. О, да, нам поцелуйчик отдали. В таком случае, может, да, пока подождёт? Как хочешь, я провожу тебя куда угодно, но лучше туда, где нам никто не помешает. Я знаю такое место, Оливер. Пойдём. О, да. Так, если тут будет что-то больше 18+, друзья, я... Это всё вот так вот... Так. Рядом со станцией метро. Давай присядем на ступеньки, немного отдохнём. Я страшно устала. Никогда бы не подумала, что это когда-нибудь случится. Подамигивает Оливеру. Что случится, Дарина, с самим Оливером? Ха, с загадочным Оливером Ветраном. Эээ, с загадочным Оливером Ветраном? Почему ты так говоришь? А ты им это не знаешь, ну-ну. Все девочки о тебе шепчутся, Оливер. Трагическая судьба, ах. Твой отец пропал, мать убита, а сам ты закрыт и таинственный. И не спешишь делиться секретами. О тебе ходит столько разных слухов. Каких ещё слухов? Ну, говорят, например, что ты любишь женщин постарше. Да, а Ким клялась, что верила в тебя в компанию сестёр Никельверк. Фу, Оливер, как можно? Им обеим далеко за тридцать, если их мужья узнать. Да и что за наглое ложе? Я только с Эдной, если только меня могли видеть. И то потом эти девочки бы умерли, как Митчелл. Стоп, 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 Нарина. Это всего лишь слухи. Слухи, понимаешь? Вот как. Есть и другой слух о тебе. Кто-то говорит, что у тебя наоборот. Никогда не было женщин. Что скажешь, Оливер? Был ли у тебя кто-нибудь? Я, конечно, не знаю, что произошло с Оливером за эти десять лет. Но, по-моему, она у него первая. Если честно, ты у меня первая. Вертран, ты такой забавный, когда врёшь. Особенно если врёшь, так мило. Ладно, с женщинами разобрались, но тут ещё один слух ходит. Ну, блин, а на этот раз что? Что это за друг, с которым женщинка встречаешься на крыше? Вы просто друзья или мальчики? Тебя тоже привели? Да... Лишь в мечтах. А то... Давайте лишь в мечтах скажем. Я люблю пофантазировать на такие темы, но, не более того, ни о чём серьёзное не думала. Лишь поверь. Ммм, водка. Знаешь, необычные мужчины мне всегда нравились. Всё. Видите, она наша. Мы запикапили её просто как боги. Кажется, я отдохнула. Пойдём. Госпожа, два шага, два шага в сторону и назад. И вы, господин, отойдите. Отойдите и не препятствуйте, иначе мне придётся применить силу. Тара, ты рехнулась? Я говорю тебе, не лезь, не мешай нам, уйди, прочь, уйди. Или ты забыла, кто только командует? Госпожа, я помню, кто командует мной, и потому я хочу предостеречь вас от глупостей. Мой наниматель, Вильям Лотнер, ваш почтенный отец. Он отдаёт мне приказы, госпожа, не вы. Ах ты! Тара, я думала, что ты мне как подружка. А ты? А ты? Ваш отец хочет защитить вас от поздравительных, опасных людей. Два шага назад, как госпожа. Простите за неудобства. Ах ты с... Оливер, ты видел? Видел? Распирись с этой лицемерной стервой. Селье силы! Ха-ха-ха! 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 Ого, Оливер, только не убей её, уж постарайся. Но тоже падает без сил. Оливер, побежали отсюда. Это... Это просто капец, я считаю, вообще. Это сюжет... Ха-ха-ха! В лухом полупостовом квартале. Мы почти на месте. Мотель там, в конце улицы. Пойдём скорее. Я ещё боюсь, что Тара найдёт нас. Хотя, теперь, когда ты её так искала, шматила, она даже дорогу домой едва ли найдёт. Блин, мне что-то жалко Тару. Может, не надо было её убить? Ладно. Надеюсь, ты не сердишься на то, что мне пришлось драться с ней. Что ты? Наоборот, это было так круто! Настоящее приключение, Оливер! Я много раз видела драки, но я ни разу не видела, чтобы парень дрался за меня. Оливер... А что? Не волнуюсь, может, нам действительно не стоит этого делать? Что, если Тара всё-таки донесёт на тебя моему отцу? Мне это точно влетит, я знаю. Но вот что будет с тобой? А, мне уже всё равно. Мне всё равно, Дарина. Я хочу тебя оставить. Мне не важно. О, господи. Почему мы не расследуем дальше убийство матери? Почему мы идём... Ладно. Я покажу тебе, что умею. ВАТТАФАК Это что такое? О май га, рыбол! Что это только что было? Почему нам показывали носорогов? Ах, ладно. Не ожидала, что ты окажешься таким затейником. Правда, лёд это лишнее. Давай в следующий раз обезем. Да, по-моему, действительно лишним были твои ремни и верёвки. Они что там? 50 затейников серого, может быть, разыгрывали? Ха-ха-ха, да что ты. А мне кажется, что в самый раз. Ты просто не привык к такому. Надеюсь, у нас ещё будет время войти во вкус. Ведь так? Будет, Дарина, будет. К слову о времени. Мне бежать пора. Чмок. Увидимся завтра в Академии Вертран. До встречи. О, да. Теперь мы как и... Вообще, я не знаю. Всё. Ха-ха-ха. 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 Ну а что? В принципе, да? Больше, может быть, у парней не будет шанса никогда. Дарина нормальная девчонка. Мы с ней с детства знаем её. Можно сказать, наш друг лучший. Только в мечтах. Ха-ха. Слышал бы, я так ел. Он бы просто там в оборок упал. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ой, не могу я. Я не могу с этой игрой. Эта игра просто шедевральная, я считаю. Ха-ха. Эта дверь просела и рассохлась от времени. Кажется, что её не открывали долгие годы. Похоже, за ней был ход в какой-то магазин. Смотрите, у нас даже как бы свидания не было. Мы тупо просто пошли в мотель. Чё-то это как-то стрёмно. Ха-ха-ха. Немножко. Ну ладно, что ж. Дарина сама нас туда потащила. Я не виноват ничем. Я ни в чём не виноват. А тут что, интересно? Крепкая дверь обита железными скобами. Рядом с деревьей висит какая-то маленькая неприятная табличка. Ну чё-то я даже не знаю. А если сюда? Это узкая, извилистая улица, петляющая между домами, ведёт в один из самых бедных, грязных и опасных районов города. Что-то мне не хочется сюда идти. Ладно, тогда идём сюда. Ох уж этот Оливер, ох уж этот Оливер. Ну ладно, нам не нужно вот заходить в эти комнаты. Он как идиот берёт из всех этих дверей. Это метро. Вау, вау, вау. Прикольно выглядит, кстати. Хе-хе-хе. Хе-хе. Ладно, ну что ж. Я думаю, Оливер с Дариной уже взрослые и можно. Хе-хе. 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 Вот и вам, друзья, как 18 стук. Не так вы тоже можете идти и смотреть как носороги. Хе-хе-хе. Ладно, всё. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Ладно, он этого не знает. Или он знает? Я аж другого спрашивал, да? Хе-хе. Я читать не умею. Хе-хе. Ладно, извини, пожалуйста. Мальчик Капюшонь, ты. Да, именно ты. Ты человек, который мне нужен. Мне кажется, ты меня с кем-то перепутал. Я ничего не путаю. Демон за твоим плечом мне что, привиделся? Эдна? Можешь не крутить головой, твоя старуха невидима для большинства людей. Но я вижу её ясно как днём. Старуха? Мог бы быть повежливее, щелок. Хе-хе. Ты потише, бабуля. Я одно колдосто знаю. Сгоришь глазом, моркнуть не успеешь. Эдна, дай нам поговорить. Хе-хе. Вот же дурной демон. Смотри, чтобы он не подвёл тебя при случае. Кто ты? Меня Клаус звать. Я послушник культа. Какого ещё культа? Ты потише, дядя. Здесь такие слова очень уж громко звучат. Скажешь оперант, и тебя скрутят тут же. Лаха топор, все дела. Ну ты как? Готов меня выслушать? Мальчик ему лет четырнадцать или около того. Он высокий и щуплый. Я не могу разглядеть его глаза из-под капюшона, но кажется... Подожди, вот это мальчик, почему у него усы уже? Или это... Или это у этого усы, а у этого нет усов. Я не понимаю. Или вот у этого усы. Хе-хе-хе. У этого уж точно усов нет. Ладно. Светится в полумраке. Ты чего смотришь-то, дядя? Ты не в вардере девиц тут нет. Только я. Говорить будем? Ладно, что там у тебя? Рассказывай. Ты, я вижу, с демонами уже знакомы. Истории про аберрантов тебе не в новизну будут. Слушай. Я пять лет в культе. С полгода назад, может, больше, к нам пришел один паренек. Возрастом, как ты, или постарше, четко. По лицу, видать, не глупый. Книг, наверное, целую. В целую уйму перечитал. Да, все не те книги. Как роток троет, так глупость ляпнет про Левиафана, да про мерзких демонов. Пф. Мой магистр его привел, сказал, что парень ищущий, но голову глупостями забивает. Служит в храме Левиафана. Жизнь не видит и неизвестно, увидит ли. Разве плохо служит в храме Левиафана? А чем хорошо он старых богов прогнал и древнюю мудрость туда же, под землю. Коины, суки поганы, лгуны, каких поискать. Тот парень просто в их вранье увяз в лип, как в меду. А ведь хороший человек, без дураков хороший. Брата своего любил больше жизни. Крепко так по-настоящему. Брат его тоже в храме состоял. Но твердолобый был наш, ему втолковывал, в чем правда. Но кончилось все плохо. Даже магистр не думал, что так получится. Послушник наш брата умертвил, но сам был ранен и умер к утру. Магистр сказал, что мы должны почтить его память. Сказал, что такой человек не может просто сгнить в земле, вернуться в Левиафана, как в храме говорят. И что вы сделали? Ну, сначала мы сняли с него кожу. Ох, прекрасно. Надеюсь, мою память никто не догадается. Почтить подобным образом. Ты бы наслужил, дядя. Магистр книгу из него сделал. Кодекс, где собрали мудрость наших учителей. С брата его тоже кожу сняли. Хотели сделать еще один кодекс. Давай вместе их шить. Ужас какой-то. Зачем? Эх, головой хоть подумай. Мы хотели, чтобы они всегда были вместе. Не разлучались никогда. Ты понимаешь теперь? Коэн и храма помешали. Вломились к магистру. Убили его. Забрали тело второго брата. Незавершенный кодекс, сделанный из его кожи. Они тоже унесли. И первая книга потом тоже пропала. Мы не знаем, куда она делась. Но это уже не наша забота. Мы не могли завершить колодство, отправив обе книги в истинный мир. Мир, где живут старые боги. В чем смысл твоей истории? Тяжелая. Чувствуешь? Вот-вот. Ты сам поймешь, что должен сделать. Должен? Мы ни о чем не договаривались. Это не важно. Ты все равно это сделаешь. Что? Что он мне положил? Ох, ты ж блин. Жуткая, пугающая табличка из обожженной глины. Она... Чем она нужна, неизвестно. Странный этот мужик. Усатый мужчина ходит вперед по платформе. Странный человек в высоком, загнутом назад полосатом колпаке и в обтягивающем полосатом костюмчике. Черт возьми, да он же без штанов. Ха-ха. Здравствуй, любезный. Чего этот на меня уставился? Эм, да так выглядишь ты больно занятно. Ты что, уличный артист или кто ты? Я кто? Я житель Левиафана. Я, мой друг, такой же человек, как и ты. Так что вопрос твой не уместен. Такой же? Я, по крайней мере, не разгуливаю в метро без штанов. Ах, ну что ты за невежда. В самом же деле? Всем, что есть у нас, мы обязаны небесным людям. Я даю им дань уважения, одеваясь так, как нас должны были одевать. Ты говоришь о старых легендах? Я, мой друг дорогой. Говорю об истории, которую все забыли. Кажется, назревает очередной бессмысленный спор. Девочка в капюшоне. Господин, вы позволите поговорить с вами? А, эм, ну, хорошо. Вы так добры, мое имя Лусиль. Я младшая послушница при храме Левиафана в Кройстхеме. Что ты хочешь от меня, Лусиль? Меня отправили на поиски помощника, человека достаточно доброго и религиозного. Вы религиозный, господин? Думаю, что не слишком. Но вы, безусловно, добры, я вижу это по глазам. В книге Левиафана есть стих, который называется чудесное сотворение. Там есть такие слова. Малое полнится до краев. Если ваша вера мала, она верно достаточно полна, чтобы послужить делу Левиафана. Вы согласны помочь мне? Ладно. Да, я помогу тебе. Тогда послушайте, господин. Послушайте мою историю и обещайтесь не выдавать ее темным людям. Я обещаю. Вы святых видели когда-нибудь, господин? Не великих коинов, не добродетельных мудрецов, а простых, но удивительно чистых людей. Я знала одного такого человека. Точнее двоих. Но были они как один, как одна душа, непорочная, светящаяся изнутри. Некогда в нашем великом храме служили два близнеца, прекрасные братья, полные веры и доброты. Они намеревались посвятить всю жизнь служению, но, как сказано в стихе, скорбь из книги Левиафана, в чистопотоке грязь виднее. Из культа пришел темный амирант, который соблазнил чистую душу, соблазнил ее грязно и мерзко, не хочу даже говорить о таком. Один из братьев изменился, стал другим, его душа долго горела, сжигая зло, но не справилась и угасла навеки. Братья по-прежнему любили друг друга. Такова истинная любовь. Она живет даже тогда, когда человек изменился. Неотвратимо. Быть может, силы любви беспредельны, и временами мне начинало казаться, что любовь брата вот-вот вернет заблудшего к свету. Наверное, так казалось не только мне. Амиранты запутали его лживыми речами, но шептали ему убить брата. Он сделал это, и его брат боролся за свою жизнь, и, защищаясь, смертельно ранил своего убийцу, но и сам был ранен и умер вскоре. Амиранты были в ярости, они утащили тела, прежде чем мы смогли добраться до них и похоронить. Мы нашли дом магистра и аберрантов, и убили мерзавца. Там же мы нашли тела братьев. Ох, они были изуродованы. Страшно изуродованы. Амирант надругался над близнецами, содрал кожу с их тел, и сделал эти ужасные нечистивые книги. И как вы поступили? Такие книги нельзя уничтожить. Это магические артефакты, и их можно лишь обратить во зло или же во благо. Одна из книг была неотвратимо испорчена, аберрация проникла в нее слишком глубоко. Мы забрали вторую книгу, аберран даже не начал писать ее, и у нас был шанс вернуть ей ту чистоту и святость, чтобы у покойного. Когда обряд был проведен, книга, она почему-то растворилась в воздухе, прошла сквозь пальцы, и больше никто не видел ее. О господи! О господин, я верю, что ваше сердце не осталось глухо к нашим страданиям. Даже если и так, я все равно прошу вас помочь мне. Возьмите эту табличку. Я не веду вас знать, зачем она. Коэн, давший мне ее, сказал лишь, что она должна оказаться в руках человека, готова вам помочь. В книге Левиафана есть слова. Ладно, ладно, я помогу. Что мне надо сделать? Коэн не сказал. Вы непременно узнаете об этом, когда придет время. Отлично! У нас две таблички. Одна от аберрантов, а вторая от храма вот этого, да? И что нам с ними делать, интересно? Старик в красном. Чумной король взял совет в кулак, и теперь трясет его. Это к лучшему. Слобаки отсеятся, сильно останутся. Не могли бы вы подсказать, кому прилежит это клеймо? Во-первых, здравствуйте, юноша. Во-вторых, я знаю, где прежде была лавка этого ювелира. Если вы выйдете из метро и пойдете вниз по улице, то непременно наткнетесь на нее. Увы, сейчас она заколочена. Сам мастер, насколько я знаю, куда-то переехал. Лотнеры никогда не были слабаками. Что бы ни случилось, смерть Альвуса Лотнера изменит расклад сил не столь сильно, как кажется. Вильям Лотнер хильтрец еще тот. Он найдет способ пролезть в свет еще раз. Эта старая собака постоянно учится новым трюкам. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Город дерьмо. Хорошая речь. Если бы ты знал, откуда в метро этот тяжелый запах, то я бы никогда больше не ездил был на поезде. И откуда уже он? Выгребные ямы. Могильники, трупы, нищих, гниющие останки крыс и тварей покрупнее. Все это словно просачивается под землю. Теперь еще и убийства. Чистокровные умирают от рук неизвестных. А ордер только мух ловит. Небеса, видно, перевернулись. Уже в который раз на моем бегу. Это смотритель метро. А они носят специальные шлемы, чтобы видеть в темных тоннелях. Смотритель убирает трупы, прогоняет из метро зараженных коллег. Ну понятно, почему он такой злой. Да-да-да. Поехали. Давайте не будем уже рассматривать. Поеду-ка я на станцию Белый Круг. Вау, вау, вау. Посмотрите, как красиво. Офигенно. Господи, опять люди. Опять люди. Что вы здесь делаете, люди? Худым человеком со злым исталым взглядом. Что? Ааа. Ясно. Что? Послушайте, он случайно не знаком, это Климо? Мне, молодой человек, знакомы все мастера в городе, знаете ли. Их Климо тоже. Это принадлежит Винфреду Форлоу. Как из метро выйдите, так и к воде спускайтесь. Там на берегу лавка его. Старик Винфред нынче уж не тот, знаете. Поезд держался, переехал в какую-то лачугу, тряпками занавесился. Но руки у него по-прежнему золотые. Этого не отнять. Благодарю вас за помощь. Блин, крутой чувак. Молодец, что ты мне сказал точно. Ой, не видите? Этого как бы не происходит. Так ведь? Не могу, знаете, не согласиться с вами. Однако, однако, когда Крамола выходит за двери домов, она становится делом государственным. Есть права, да? И здесь уже нет особой разницы между тем, стало ли это дело достоянием всего Кройстхема, либо же одной улицы. Потому что заразу нужно пресекать. Сразу пресекать. Слышите? Гниет палец. Режь. Гниет рука. Руку режь. На головы докажется и все. Не шутки ведь, согласна? Ой, блин. Да уж. Так вот, соседка моя, Лукреция. Женщина тихая, умная, добродетельная. Как мне казалось до недавней поры. Мужа похоронила в позатом году. Сейчас вот сына подхватил. Знаете, болезнь. Вот декада искосила его. Вечерами, знаете, я завариваю зверобоя, присаживаюсь на диван с книгой, странички листаю. Но больше, знаете, город слушаю. Окно открою и слушаю. И вот слышу звук слабый. Как будто, знаете, за стеной кто-то пуговиц режет. А они на пол сыплются. Даже не сыплются, летят. Звон резкий такой. Дзын, дзын, дзын. И тут я думаю, пуговицы ли? Может, не пуговицы в возрасте? На балкон пошел, дом она с колодцем построен. С балкона весь двор виден. Встал, знаете, на балконе. Смотрю окно, где глупрется, и вижу. Берет она что-то в руку и знаете, с силой так опал. Сердцем так раз опал. Сука ты, говорит. Падла такая растакая. Отец твой грязь земная. Мать у аберрантов. Проститутка и прислужница. А сам ты говно. Ну. Стою, знаете, думаю. Кто-то к Лукреции-то вывел. Я доложке вспомнила. Она ведь заняла у меня на похороны сына. Немного заняла, но знаете, долг. Пошел к ней Лукреция, говорю ей. Я поддержался за тобой долг. Отдашь? Ну, честно. Я, знаете, никогда королина монета глаза не выцарапала. Может, и гвоздем. Покажете? А, нет-нет. Что? Этих монет у меня нет с собой. Так не то, что в руки брать. Видеть страшно. Но как мне их показало, я еще испугался. Говорю ей. Лукреция. Я такие монеты не возьму. Нормально неси. Поворчал. Поворчал она принесла. К сих пор начал и наблюдать за ней. И стал видеть всякое. Не только видеть, но знаете, и слышать временами. Там на короля хулу возведет. Здесь монеты и царапаны расплатятся. Тут соседских старух кружок соберет и плачет, как тяжко в стране. Да чего, знаете, мерзко видеть. Я уж в ордер ходил. Они мне все лицо смеются. Иди и побрюжи на рынке. Там тебя бродяги и коллеги послушают. Это как по-вашему? Хорошая шутка. Вот та зараза, о которой я говорил. Сегодня они смеются на сквернение монет. Завтра сами начнут. Вы так спокойно смотрите на меня. Вы знаете, камень бездушный. Потом эти осынили Лукреция. Не о том, что умер, а о младшеньком. Какими его воспитывает такая мать? У него теперь уже один путь в обществе искорения Пагорока. Может, лет семь пройдет. Да глядишь, человеком достойным выйдет. Разберусь. Юноша в шляпе. Декада кончается и кажется, даже дышать в городе стало легче. Вы согласны со мной? Наверное, мне и раньше неплохо дышалось. Ах, ну-ну, аристократам, коим вы несомненно принадлежите, всегда дышится вольготно. Во всех смыслах. Если там какая-то горькая правда жизнь. Что вы имеете ввиду? Речь, разумеется, не о воздухе. Могу ли я спросить, как вы относитесь к правлению чумного короля? Лучший правитель? Нормально. Но мне он кажется вполне нормальным. Кто, если он не он, в конце концов? Вот как? Что же, вы вправе иметь свои суждения о таких вещах? Видимо, мы его как-то... Не знаю. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Я в опасности? Что? Нет, следит. Хе-хе-хе. Хе-хе. 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 12 40 городских борделей, принять для Лоттнера. Ага. У Лотто уровов значит бордели ещё. Понятно, почему эта такая распутная. Хе-хе. Риночка наша. Ладно. Что ж? У нас сколько там зельевах. У нас зелья. 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 Зелья чего у нас-то. Интеллекта. И зелья. Силы 1. Харизма, блин, нету. Харизма нужна, но денег нету. Ладно. Ах, ха. Ой, куда это зашла я? Эй, мужик, ты что-то пугаешь меня Ладно, мы остановимся вот здесь Надеюсь, вам понравился этот эпизод Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Пишите комментарии Ну что же, оставайтесь Следите за всем, чем я делаю здесь С вами была Марская Синя Всем удачи И пока Отказала Отказала Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok